Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 9 августа и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Азиатская сессия понедельника открылась резким скачком курса единой европейской валюты на фоне решения агентства S&P о снижении кредитного рейтинга США. От цены закрытия пятницы 1,4280 пара евро-доллар взлетела при открытии торгов к уровню 1,4427. Однако сообщение о том, что экстренное совещание министров финансов и глав центров банков Большой Семерки приняло решение о скоординированных совместных действиях для стабилизации валютного рынка несколько отрезвило быков по евро. Угроза совместной валютной интервенции в пользу доллара резко развернула пару, курс которой вновь вернулся к уровням закрытия пятницы. Далее на рынок поступила информация о том, что Европейский Центральный Банк начал реализацию программы по оказанию финансовой помощи проблемным странам еврозоны и уже выкупил испанские и итальянские облигации на общую сумму 700 млн евро. Это вызвало новый спрос на единую валюту. Покупки евро возобновились и курс пары вернулся в зону утренних максимумов. Однако продолжить подъем валюте вновь не удалось. Падение европейских, а затем и американских фондовых индексов вызвало обвальное снижение единой европейской валюты, курс которой зафиксировал минимальный дневной уровень на отметке 1.4130. В нашем прогнозе на вторник ожидаем первоначальный подъем пары в ценовую зону 1.4261-1.4280, а затем возобновление снижения пары к целевым уровням 1.4155, 1.4104 и 1.4070. Британская валюта на вчерашних торгах полностью дублировала ценовую динамику пары евро-доллар. Открывшись гэпом в 87 пунктов, пара затем начала стремительный откат, и несмотря на попытки быков организовать сопротивление и возобновить подъем, снижение курса британской валюты продолжалось. По итогам торгов фунт-доллар прошел на снижении 180 пунктов и зафиксировал минимум на отметке 1.6297. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем новую попытку пары возобновить подъем первоначально к целевому уровню 1.6363. Если паре удастся преодолеть его и закрепиться над ним, последует продолжение подъема к следующим целям 1.6398, 1.6440 и 1.65. Далее ожидаем возобновления снижения пары. Если пробой уровня 1.6363 не состоится, пара возобновит снижение от текущих уровней в направлении 1.6297 и 1.6228. Золото вновь получило основные дивиденды на вчерашних торгах в связи с усилением беспокойства инвесторов по поводу замедления мирового экономического роста и негативных перспектив единой европейской валюты и американского доллара. На этом фоне стоимость фьючерсов на золото поднялась от уровней закрытия пятницы 1.663.50 и достигла новых рекордных максимумов на отметке 1.720.00 за тройскую унцию. Настрой инвесторов по золоту остается весьма позитивным, предполагая продолжение дальнейших покупок. Серебро же напротив утратило восходящий импульс. На фоне резкого сокращения позиций по сырьевым товарам металл начали активно продавать. В результате стоимость фьючерсов по серебру, отметившая на утренних торгах максимальный уровень в 40 долларов 35 центов за тройскую унцию, снизилась на американской сессии к ценовому уровню 38 долларов 48 центов за унцию. В экономической статистике вторника Япония опубликует показатель потребительской уверенности за июль месяц. В Китае выйдут данные по изменению объема промышленного производства и индексу потребительских цен. Великобритания представит данные по итоговым показателям баланса внешней торговли и изменению объема промышленного производства за июнь. Комитет по открытому рынку США опубликует сегодня решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменений здесь не ожидаем, ставка, скорее всего, будет сохранена на прежнем уровне менее 0,25%. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке аналитика от maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, ассоциацией региональных банков России, национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.